Это я просто нападал лично своими глазами в одном из совершенно замечательных поселений Родук-Поместий. То есть не про Родук-Поместий, а здесь есть кондиционный ключ-проволокой. То есть, ну вот это вот суровая реальность, данная на ощущениях, да. И люди там не пяли свои земли, да, то есть вообще никому не отдадут. Я понимаю, что наша страна непобедима, в общем-то, но вот... Ну, потому что они на все пойдут ради. Но, в общем, вот такая вот реальность. И когда люди там просто не могут, ну, грузовик со стройматериалами, чтобы дарил полного их участка, да, понятно, что... Да, просто невозможно. Да, просто невозможно физически, то есть с другой стороны должен поставить такой забор, и становится невозможно физически. И люди, понятно, что это все. А, вот. То есть их таких... там гораздо веще не бывает ситуация. Я не могу все рассказать. Погуглите, погуглите. Еще раз, вы должны понять, вы покупаете соседей. Соседей. Да. Это... вам можно, Бог, просто не дать доехать до участка. Да, такого можно дойти. Все очень серьезно. Все замечательно. Все замечательно. Все замечательно. Нет, просто надо... это реальность, да? И чем... Ситуация очень простая. Я же хочу сказать... Зачем? Как бы... Я хочу до вас свой месседж донести, да? Если вы эти вещи... Чем лучше вы эти вещи будете понимать сейчас, тем лучше будет у вас жизнь и дальше. Вот и все. Так. Поехали. Есть такая замечательная вещь. Пассионатная диория, да? Этнагинеза. Которая на самом-то деле... Говорит о... О бэднесах, о культурах. И там есть совершенно замечательные этапы. Почему это забавно и интересно? Потому что практически любое население, оно проходит через вот эти же этапы. И по большому счету интересно, что здесь очень-очень много. Там не все один к одному. Но количество параллельней, оно зашкаливает. То есть очень многие вещи, они очень много параллельны. Значит, ну и здесь понятно, что это в целом верх идёт, собственно, начиная от внизу, ниже нуля, неспособность, собственно, себя обеспечивать и вообще жить, да? Выше идёт там поиск удачи с риском для жизни, стремление к идеалу знания и красоте, стремление к идеалу успеха, стремление к идеалу убеда, жертвенность, да? То есть действительно реально, если посмотреть на тех, кто создаёт новые поселения, там с этим всё хорошо, мы действительно это всё можем наблюдать. Часто те команды, которые их создают где-то... Понятно, бывают команды, которые совершенно финансовый интерес преследуют и прочее. Но есть команды, которые действительно вот очень-очень многие вещи. И очень часто, собственно, те, кто это всё двигают, это пассионалии, да? То есть это люди, которые с каким-то вот чем-то внутри, да? Опять-то, читайте определение у Гумилёва, значит, это всё двигают. Дальше, собственно, идёт этап подъёма, на котором явным образом, собственно, всё создаётся, на котором очень много строится, который очень легко даже статистически ослышать, там, по количеству новых донов в поселении, и по количеству переезжающих семей. Это всё явно видно его. Дальше идёт, так, автоматическая фаза. Дальше идёт надлом и, собственно, спад. В первую очередь, этот спад приводит к тому, что уменьшается количество социальных проектов в поселении, живых. А чем больше поселений социальных проектов разных, тем там выше уровень жизни. То есть эти вещи, если мы возьмём определение уровня жизни, они очень сильно взаимосвязаны. Ну и, соответственно, очень интересно посмотреть на господствующие императивы, то есть там надо исправить мир и его плохо. Если посмотрим на то, с какими словами люди переселяются на землю, они хотя бы свой мир, они реальными исправляют очень часто. То есть это действительно, это объективная реальность. А в сельской местности люди реально здоровее. Это при минимальном порядке голове. Они реально живут более здоровой жизни. А уж как там хорошо детям, я вообще молчу. Особенно маленьким детям. Маленьким детям там просто рай. Соответственно, люди справляют мир в этом. Дальше мы хотим быть великими. Мы хотим соединиться на следующей фазе. Дальше идёт, ну, ставят великих. Вот это вот в какой-то момент идёт, фактически во всех поселениях идёт волна наездов на их создателей. И, ну, там интересные вещи наблюдали уже к 2010 году, когда в большинстве поселений создатели отходили от управления процессами именно в силу наездов на них. У этого всего есть объяснения психологические. То есть это всё социальные законы. По социальным законам всё как по нормам в разных местах происходит. Ну и дальше, собственно, начинается инерция. Вот, собственно, девиз субпассионариев. Субпассионариев. Субпассионариев – это те, кто словно… Ну, не то, что против пассионариев, да, это то самое болото. Это будет таким, как я, когда нас начинает доставаться всем, кто хочет чего-то лучшего. То есть, и, собственно, это прямой путь к уменьшению количества социальных проектов. Ну и дальше там, да, помните, как было прекрасно, да, когда уже там жизнь прошла. Я могу сказать, что у нас в России уже есть поселения, которые находятся на этой стадии. То есть, когда они очень быстро вот этот прошли. Ну и, собственно, понятно, заканчивается это тем, что люди уезжают. Потому что, действительно, еще раз, если уровень социальных проектов падает ниже какого-то уровня, то, ну, там, условно, пропадает школа, да, например, своя. Это, вообще, это очень серьезно. То есть, родители подростков, которые… Есть, конечно, родители подростков, которые считают, что их ребенок не должен ходить в школу. Сорвулируемо мягко, а в этой точке зрения есть много противников. Ну, то есть, я могу сказать, что у нас в Ковчеге сейчас есть парень, по-моему, это сколько, 22 года, что ли. Он сейчас у нас начал ходить недавно в Ковчеговскую школу. Он к нам приехал из такого поселения. Он начал ходить в Ковчеговскую школу, потому что он у нас осознал. Вот его родители были из таких вот, как бы сказать, ортодоксов противников системы, да. А сын сейчас понимает, что все-таки грамотность, математическая грамотность, он говорит на русском языках, хотя база, она нужна. И он там за соседними партами сидит с пятипластиками и шестипластиками. То есть, ну, тем не менее таки есть. И это, еще раз, родительство, можно смотреть с ним, что школ не хватает, и это крупная проблема. Значит, ну и, собственно, вообще глобально, на мой взгляд, я всегда люблю простые критерии. Очень хороший критерий того, насколько хороша ситуация в поселении, это горящие глаза у его жителей. Да, Копчеги в 2007 году, там, собственно, он всех поражал, там, большинство людей с горящими глазами. Сейчас у нас похожа ситуация. Единственное, что у нас, как бы, есть население, где ситуация гораздо более чем у нас. У нас очень, в Копчеги, да, кто-то знает, кто-то знает, кто-то в теме. Потому что в Копчеге до сих пор количество социальных проектов, там, даже не на душу населения, а даже в абсолютном вооружении оно дает фору очень, ну, падающим большим проектов соединений. Ну и, собственно, потому что горящие глаза очень часто есть, когда ничего нет, а потом, когда все приходит, они потом уходят. Ну и, собственно, да, да, понятно, что имеем треницание, потерявшим плачем. Собственно, основное – это с самого начала необходимо понимать, как все будет развиваться. Это можно предсказать. Это все предсказывается. Есть опыт в других поселениях. Господа, с самого начала смотрите, как все будет, и дальше цените то, что у вас есть. Цените тех, кто что-то делает. Очень часто ситуация, когда тем, кто что-то делает, им стараясь поработать, просто так, так, так и так, потому что он делает не так, как хотят те, кто… Да, он какой-то такой плюшки не так делает. Ну вот, он делает. Цените это. Это не вечно. И будет вам счастье. Молодец. Спасибо. Не, а как решать все эти проблемы? По поводу решения, значит, совсем… И у меня было полчаса. Я мог только вот в таком формате. Я могу сказать так, что не так давно прошел трехдневный семинар Дайана Кристиан в Москве, куда приехали люди из поселений там со всей России. Он проходил в Москве и в Питере. Который был целиком посвящен. Дайана Кристиан, что вы знали? Это женщина, которая объехала 120 поселений. Просто 120 поселений по голове просто лично. Организовала журнал «Это поселение» на Западе. И была долгое время любезмена главного редактора. Так вот, она приезжала… В каждое поселение она приезжала и спрашивала «Люди». Они ей рассказывали про какие-то моменты. Показывали, рассказывали, там, чем-то хвастались, а потом начинали жаловаться. Ну, везде. И она всех спрашивала «Люди, а что у вас работает?» И они ей все рассказывали. Естественно, в разных поселениях работают разные вещи. Поэтому я говорю, что я не могу вам сейчас в таком формате за три секунды рассказать, что работает. Потому что в зависимости от того, что вы хотите организовать и каким образом вы это все организуете. У вас будут разные вещи работать, с разной эффективностью. Это да, но так. Но есть, естественно, успешные пути. Проблема основная в том, что при организации об этом не думают, об этом думают и пеницы. Спасибо, Дмитрию. Аплодисменты. От движения «Люди». Да, отлично. Спасибо, Дмитрий. Да, Дима еще здесь какое-то время приезжаетесь. Сейчас у нас программа объединяется.